Эти хозяйственные постройки находятся во дворе жилого дома, буквально в нескольких десятках метров от подъездов. Как утверждают местные жители, огонь начался на обратной стороне, и через несколько минут уже горели крыши этих сараев. В половине второго ночи люди услышали сильные хлопки и выстрелы. Валентина Быкова сначала подумала, что это фейерверки. Когда выглянула в окно, увидела огонь. На улице уже суетили соседи. Сразу начали звонить в пожарную. Говорят, спасатели не заставили себя долго ждать. В окно глянула, оно же трещит все. И я, значит, выскочила. Это тоже все же повыскакивали. С тех домов тоже уже они позвонили. Ну, минут через 20, ну, не одна, там их штук, наверное, 3 или 4, что-то. И вот это же начали они тушить. Не передать. Вы знаете, это настолько выше примерно вот этого дерева, которое пострадало. Мы, конечно, тут в панике были. Мы все, давай, быстренько один звонит, второй, третий звонит. Все бегом, бегом это все. Ну и молодцы. Они сразу моментально приехали и вели свою работу. Я считаю, что молодцы. То, что от подстройки остались одни стены, хозяйка Таисия Тутысо увидела утром, когда вернулась с работы. Женщина хранила в сарае старые вещи. Конечно, а как же жалко. Все сарай так сгорел. Все сгорело. Конечно, жалко, но ничего не сделай. Что ты будешь делать теперь? Кто поможет? Никто. На место происшествия пожарные выехали сразу после звонков местных жителей. Благодаря оперативности огонь не успел перекинуться на блестящие гаражи. Сарай спасатели потушили за несколько часов. Неожиданностью стали взрывы в постройках. Как выяснилось, люди хранили здесь газовые баллоны. При прибытии на место приступили к тушению пожара. Тушение осложнялось одним вопросом. Это нахождение газовых баллонов в этих сараях. Произошло как минимум два взрыва. Еще были обнаружены баллоны в других сараях. Как минимум еще три, которые были готовы взорваться. Но больше взрывов допущено не было. Отчего произошло возгорание, спасатели пока сказать не могут. Не исключают, что могла замкнуть проводка. За последние сутки в Червоногвардейском районе это уже второй случай, когда горят сараи. С начала года в Макеевке произошло более 280 пожаров, в которых погибло 16 человек. Наталья Некрасова, Роман Фролов, Панорама.